Музыкальная жизнь Москвы Музыкальная жизнь Москвы В фестивале в музее декабрьские вечера Музыкальная жизнь Москвы Сегодня любители искусства и музыки Здесь ждет встреча с Моцартом и его эпохой Музыкальный фестиваль целиком посвящается творчеству Этого великого австрийского композитора 18 века Музыкальная жизнь Москвы Музыкальная жизнь Москвы Вы слышите концертную арию Моцарта для сопрано, фортепиано и камерного оркестра Репетирует Алла Аблабердыева, Дмитрий Башкиров И Литовский камерный оркестр под управлением Саулюса Сандецкиса И Литовский камерный оркестр под управлением Саулюса Сандецкис И Литовского камерный оркестр под управлением Саулюса Сандецкис И Литовский камерный оркестр под управлением Саулюса Сандецкис СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ По замыслу организаторов фестиваля, среди которых давний друг музея Святослав Теофилович Рихтер, концерты проходили в специально созданной экспозиции. КОНЕЦ Создавая эту выставку, ее организаторы старались найти некоторое особое, присущее именем музею, соотношение музыки и пластических искусств. В самом деле, определенно существует некая специфика именно музейного восприятия и музейного подхода к искусству. Восприятие это, прежде всего, исторично. И нынешняя экспозиция задумывалась так, чтобы выставка, сопровождающая концерты музея, помогла ощутить музыку Моцарта во вполне определенном ключе, как историческое явление, порождение своей эпохи, своей культуры. Поэтому экспозиция должна была по возможности полно и разнообразно представить зрителю и слушателю художественную культуру века Моцарта, века величайшего расцвета как музыки, так и пластических искусств. Здесь можно было увидеть самые разнообразные произведения и предметы, от монументальной шпалеры до миниатюрной расписной табакерки, которые в своей совокупности создавали представление о художественной среде, в которой жили Моцарт и его современники. Особое место на выставке заняли экспонаты, непосредственно связанные с Моцартом. Это портрет композитора. Нотная рукопись с его автографом. Одной из внутренних тем выставки была тема музыки. Она сложилась в экспозиции почти непроизвольно. Просто вся культура XVIII века была буквально пронизана музыкой. Поэтому музыкальные сюжеты, мотивы, эмблемы, частые не только в живописи и гравюре, они отыскиваются практически везде. Как видим, даже спинки стульев в этой экспозиции подхватывают общую тему. Выставка была осуществлена благодаря сотрудничеству музеев и музеев-усадеб Москвы, а также государственного эрмитажа в Ленинграде, фондам которых принадлежат представленные здесь уникальные произведения изобразительного и прикладного искусств XVIII века, ряд которых вернулся к жизни благодаря самоотверженному труду музейных реставраторов. КОНЕЦ Финал дивертисмента Моцарта Ре-мажор Играет литовский камерный оркестр под управлением Саулюса Сандецкиса. КОНЕЦ 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 Особенно примечательно, что этот праздник музыки был посвящен творчеству Вольгана Амадия Моцарта, композитора, который в настоящее время как-то особо популярен, которому музыку так все любят, так восхищаются. Это неудивительно. Вряд ли еще существует более красивая, более гармоничная музыка, как этого гениального композитора. И вот именно эта музыка в Пушкинском музее, именно музыка Моцарта как-то получила еще своеобразные краски, какие-то новые краски, которым она засверкала. С огромным успехом прошел концерт Кристофа Эшенбаха и Юстуса Франца. Кристоф Эшенбах. Известный пианист, много лет выступавший с такими крупнейшими дирижерами, как Караян и Булес. Ныне он сам главный дирижер оркестра Тон Хае в Цюрихе. Юстус Франц. Молодой австрийский пианист, много выступающий как солист и очень любящий играть в ансамбле. Вы услышите финал сонаты Моцарта для двух фортепиано Ре-мажор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Выставка предметов искусства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юстус Франц Решился говорить по-русски Так как уже два месяца Его изучает Вольфганг Амадей Моцарт Романс Играет Элиссо Версалатза Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, как я посетил здесь концерты и сам был на этой сцене, у меня возникло ощущение, что так оно и должно быть, что это самое естественное и правильное решение. Концертная ронда для фортепиано с оркестром. Ре-мажор. Играет Дмитрий Башкиров и литовский камерный оркестр под управлением Саулюса Сан-Децкиса. Играет Дмитрий Башкиров. 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 Вольфганг. Играет Дмитрий Башкиров. 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 Играет Дмитрий Башкиров.